Я хотел продолжить дискуссию, которая у нас возникала, когда Игорь докладывал про математиков, про философов-не математиков. И потом мы с Булатом немножко скрикнулись в комментариях. В общем, разговор пойдёт о наших способностях и о том, что мы сами можем, а что не можем и так далее. Давайте сразу отмежуемся от того самого экзистенциализма, в котором меня обвиняют. Не стоит представлять себе так, что человек действительно может всё в буквальном смысле. Что он может сделать всё, что угодно, и никаких физических, материальных, реальных ограничений нет. Они, конечно, есть, но почему они нам не важны, и почему разговор о них не интересен, и почему можно сказать, если мы занимаемся человеком, субъектом, что их нет. Почему так получается? Потому что, если себе представить, не знаю, некоторая шкала способностей, здесь стоит непреодолимый барьер, стена, через которую человек не может пройти. Он, допустим, может решать, решает, решает задачи, а вот здесь уже решать не может. Или, скажем, здесь некая вязкая среда, он может сюда проникнуть с большим трудом не очень глубоко, но это будет ему очень трудно. А здесь вот он движется свободно. Так вот, особенность человека состоит в том, субъекта состоит в том, что он способен сам себе ставить барьеры. Он, как правило, барьеры себе ставит до этого предела. Более того, вот, собственно, я хотел назвать доклад «Сложная структура блондинки». Вот эта картинка, она демонстрирует как бы эту сложную структуру блондинки. То есть, кто такая блондинка, да? Это такой персонаж, который говорит, допустим, я вот это делать не умею. Ну, скажем, у нее ломается машина или что-то происходит, и она принципиально не хочет вот этой машиной заниматься. Можно подумать, если мы стоим на каких-то наивных, таких реалистических позициях, что она просто не способна этим заниматься. Она не способна, и поэтому как бы чего с нее взять? То есть, она действительно вот такая неспособная. Можно представить ситуацию по-другому, психоаналитически, так сказать, что она не хочет этим заниматься. Она создала некий такой барьер и говорит, «Не-не-не, я этим заниматься не буду». Просто чтобы с этим дело не иметь. Но самая интересная, мне кажется, ситуация возникает, когда она этим барьером защищается от реальной невозможности. То есть, представьте себе блондинка, она прекрасно знает, что, ну, естественно, подсознательно знает, да? Не буквально. Знает, что чего-то ей не дано, она тупа. Психоанализа. Что ты сегодня, сегодня только черный цвет набираешь, а? Вот это я уже подсунут. Это я уже подсунут. Ну, черный, невозможность, это как бы очень хорошо сочетается. Так вот, блондинка, на самом деле, ведет себя как тупая именно с тем, чтобы никогда не встретиться со своей тупостью. Понимаете? То есть, она как бы присваивает себе ситуацию в духе игоревских персонажей, рефлексивных. Она как бы исполняет роль тупой, и поэтому она никогда с реальной своей тупостью не столкнется. Вот, такова ее хитрость. Потому что она умная. Ну, не способность. Да, в этом смысле нет. Естественно, как бы это все тоже происходит несознательно, потому что если бы она сознательно это делала, такой фокус бы не прошел. Она же в первую очередь обманывает здесь себя. Ей нужно самой защититься от этого знания. То есть, ей нужно что-то держать на удалении. Вот. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, мы понимаем, что человек себе ставит всегда границы гораздо уже, чем они даны ему реально физически. То есть, нет. Есть, конечно, особенные товарищи. Это типа спортсменов, да? Которые долбятся вот сюда. Вот. Они долбятся и долбятся. Они как бы преодолели всякие барьеры, сломили все. Но мы-то понимаем, что как бы в них мало очень что от людей осталось. То есть, они похожи скорее на вот те автоматы. Совершенно непонятно, как можно так жить, да? И, так сказать, и непрерывно туда долбиться. Вот. Нормальный человек, да? Он, естественно, поставит границу где-нибудь здесь. И никогда такими вещами заниматься не будет. Более того, совершенно не обязательно эти барьеры ломать. Вот. Дело даже не только в том, что человеку можно позволить остаться в том комфортном состоянии, в котором он хочет, да? Способ преодоления их не в том. Он состоит, как вот нам часто в различных тренингах американцы говорят, вы должны поверить, что вы можете, вы должны сломить этот барьер. Нет. Когда я приводил пример с ученицей, с Женем как бы успешным репетиторством, когда ученица вдруг начала решать задачи. Суть состояла просто в том, что, ну, есть туннельный эффект. И как бы в моем присутствии я не убежал, ты можешь, да? Я не говорил, ты можешь, можешь. Нет. Просто она случайно оказалась здесь. Она оказалась по ту сторону барьера, да? То есть вот она что-то начала решать и решила. И когда она оказалась по другую сторону барьера, он как бы стал несущественным. Она уже здесь. Вот. Поэтому ничего ломать не нужно. Даже более того. Ну, есть вот, есть Кастанеда, он учит тому, что не нужно верить. Вот если хочешь что-то добиться, не нужно верить в то, что ты на это способен, там, убеждать себя как-то еще. Надо просто нечто делать. Надо просто как бы механически повторять действия, которые к этому могут привести. Ну, собственно, я вот помню, что я так именно научился играть на гитаре. Я совершенно не верил, что у меня что-то получится. Вот. И никаких как бы к тому объективных предпосылок не было. Не то, чтобы я там научился чему-то запредельному, но результат, вот, он совершенно превосходил как бы все мои ожидания. Но факт был просто в том, что я бренчал и бренчал. Я как бы в этой области бренчал, 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 и получился результат. То есть не нужно, чтобы преодолеть этот барьер, не нужно его уничтожать. Вот что я хотел сказать второе. Ну, на самом деле, когда речь идет о каких-то простых таких способностях, о простых вещах, конечно же, понятно дело, что у людей, ну, почти любой человек там может как бы как-то себя преодолеть, какой-то барьер снять и прочее. Как бы никаким возражением к отношению к тому, что ты рассказал, нет. Но когда речь идет о способностях выдающихся, то есть вот не математические способности, как бы на уровне средней школы, которые и философы изучали в школе, да, а математические способности уже был выдающийся. Так а ты считаешь, что вот решение тех вот как бы университетских, математических задач сложных, это что-то где-то как-чет, да, да, это что-то сверхсложное, так вот нет. Нет, нет, я считаю... Выдающийся это вот ученый математик, который придумал, что как раз вот это разделение и средняя школа, и высшая школа, она показана, что вот в средней школе, в принципе, это рассчитано, что все люди, да, которые ее оканчиваются, они как бы обладают такими способностями, что готовы могут ее закончить. Потому что она средняя, она как бы рассчитана на неких средних людей, которым любой человек, в принципе, в средней школе должен этим уметь, ну как считается, потому что она, в смысле, и рассчитана на среднего человека. А высшая школа, она и рассчитана, что из этих средних выбирается те, которые... Уточню такой момент, да, если как бы про физические способности там разные, да, вот пробежать там побыстрее 100 метровку, еще про вот этот барьер как-то можно говорить, да, более-менее уверенно, то когда мы говорим вот то, что называют психологи когнитивными способностями, способностями рассуждать, здесь большой вопрос, да, реален ли он, понимаешь, не является ли он всегда вот этим барьером, который сам мозг сам себе и формирует, ну не мозг как бы, а само мышление субъекта создает те самые проблемы, да, то есть здесь еще больше запутывается ситуация, когда мы говорим конкретно о проблемах в мышлении. Ну даже вот брать просто какие-то простые срезы, спор, ну казалось бы, ну все могут быть. Нет, вот как раз, еще раз, видишь, я только что провел различия, что есть физические вещи, да, где очевидно все, когда речь идет о когнитивном, когда ты говоришь о том, что, так сказать, человек не может мыслить где-то, и то, что ему может мешать, это сама мысль, понимаешь, да, то есть сам определенный склад мышления может мешать ему мыслить. Здесь получается уже такая рефлексивная, автореферентная ситуация. Здесь уже как бы вот это неотличимо от вот этого, потому что это просто одно и то же оказывается. То же самое, сам способ бега мешает тебе бегать быстрее. Ну не только, нет, у тебя может не быть ноги, понимаете, у тебя может не быть руки. Ты различаешь это, ты пытаешься свою ситуацию психоанализа отличить, грубо говоря, о ситуации эритопайтина. Знаешь, что это такое, да? Нет. Дорог или такой? Ну да, и что это? Ну это стоит, что ты бежишь, например, 3 километра тебе надо пробежать. Да, да. Или так? Да. Но у тебя ресурс организма гораздо больше, чем срабатывает этот... Барьер, да, да, да. Почему? Потому что все, что дальше будет выше, для тебя будет уже... Ну разрушительно. Разрушительно, да. Вказывает эритопайтина, он бежит дальше. Да, он вот этот барьер снимает, он просто отодвигает его там как-то, да. Отодвигает и снимает вот этот забред некоторые физиологический. И он туда бежит там, где опять еще может работать. Но там есть запрет, он просто умрет какой-то. А там все равно какой-то, какая-то стена присутствует. Вот, очень-то эффективный препарат, любимый нашими спортсменами. А здесь речь идет о том, что как бы... А ты говоришь о какой-то некой специальной установке. Да, установке. И лекарством вот этого эритопайтина будет тоже другая установка. Которая как бы переформатирует это все и переместит этот барьер куда-то в другую сторону. Но это возможно только в том случае, если все люди были бы одинаковые. Я с тобой бы согласен, если бы, например, речь шла о каких-то автоматах, мы бы говорили, почему вот одни автоматы, они все одинаковые, одни могут сделать, другие не могут. И мы могли бы там прошивку новую поставить, и они бы стали все одинаково делать. Люди разные. Так это понятно. Это нигде не участвует. Ну вот этот барьер, он разный. Понимаешь, если ты хочешь его сохранить в когнитивной сфере, я готов согласиться с тобой. Нет, это еще идет о том, что у тебя 3000 студентов на философских факультетах, ведущих вузов там, грубо говоря. Все они могут решать элементарные задачи. А посади их в другую среду. Да, это задача повышенной сложности, как бы. Нет, нет, посади их на математическом плате. Да, нет, посади их какой-то технический вуз даже. Они будут их с легкостью решать. То есть они уйдут вот из этой специфической среды. Ну, возможно так. Моя мысль создала, что даже если есть физическое ограничение. По крайней мере, половина из них точно. Это можно назвать реальностью. Это как бы реальный предел. Даже если это есть, то человек всегда стремится реальностью защититься. Он как бы не хочет ее знать. И он ставит предел раньше. То есть, скажем, выходит школьник, двоечник. Выходит он к доске и начинает плавать. И что он делает? Он изображает из себя двоечника. Он просто начинает исполнять эту роль. Он настолько как бы плавает и настолько он как бы идиот там предстает. Что это уже даже как бы переходит все границы. Это что значит? Это он таким образом присваивает себе происходящее. Да, но только ты сказал вещь совершенно противоположную психоанализу. Только как бы по поводу реальности. Почему? Потому что психоанализ, он говорит, нет-нет, я не такая. А ты говоришь в другой тезис. Да-да, я именно такой. На самом деле. Я именно такой. Я палбес, двоечник. Я не могу справиться с задачей. Я именно такой. Нет, нет. В том-то и, так сказать, прикол, что говоря так, этот школьник, он же осознает, что он говорит. Понимаешь? Он осознает игру свою. И тем самым, что он осознает, что это его игра, он как бы подрывает тождество. То есть, я такой, потому что я вам таким хочу показаться. А не потому что я такой. Да-да-да, я такой. Для него является форма отчаяния. Я болван. Я не в состоянии решать эти задачи. Вы думали какой-то с вайпой или с... Нет, тут два варианта. Либо это форма отчаяния, либо это форма вытеснения. Либо это форма блондинки, да. Нет, просто, ребята... Потому что блондинка, когда вот она говорит, ой, я не могу, ой, я не могу, она не в форме отчаяния находится. Она вот именно защищается. Действительно, я с этим как бы и раньше об этом не думал. Она действительно флажками застановила. Вы забывайте вторую часть. Борщи, пирожки. Да-да-да. Это я не могу, да. У тебя какая-то форма, что выросла? Фишка в том, что она может быть действительно этого не может, понимаешь? Ребята, ну вопрос же не только у вас, возможности шел, а то у него вопрос шел об интересах. Вторая часть, это как бы раз. Есть некая реальность, допустим. Человек может прекрасно осознать, что он может Богу поступить на математический факультет, и там также успешно учиться. Но он не хочет. И никакой барьер не ставит. Он все прекрасно понимает, может он даже хорошо решает. Ну просто это неинтересно. Так с этим никто не спорил. Еще раз. С этим-то никто не спорил. Нет, если я, на самом деле, основной тезис состоял в том, что есть некая реальность, по которой люди идут на философский факультет, чтобы не связываться с математикой. По разным причинам. Но такие есть. Еще раз говорю. Среди трех тысяч человек невозможности все такие. Подожди, подожди. Если у него интерес к философии, то он идет на философский факультет ради философии, а не ради того, чтобы не связываться с математикой. Это разные вещи. Нет, это такие, но это не про интерес. Интерес он направлен на то, что интересно, а не так, что он направлен не на то, что неинтересно. Хорошо, что можно говорить в гуманитарной факультете. Да, гуманитарной современной школе это собраны люди, которые не выучили таблицу умножения. Они идут, чтобы не иметь таблицу умножения. Таблицу умножения, грубо говоря, чем примитизм. Просто на самом деле смех состоит в том, что вы почему-то им придали какое-то большое значение знанию математики. Я вот этого не понимаю. Откуда это взялось? Почему знание математики это делает человека умным? Потому что это пример. Я не знаю, мудрее, чего он там лучше делает. Пример был. Почему есть пример? Зачем философу знать математику, если он без математики может точно так же быть философом? Может. 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 И не станет от этого он как бы глупее, не умеет мыслить или что-то в этом роде. Математика ничего сама по себе не дает. Математика это такое же знание, как все даем любые другие знания. Мог бы знать информатику, мог бы знать насекомых, мог бы много других вещей знать. Но вот это он не стал бы философом. Отражение всегда такое, отобратное. Получается, что если знание математики дает философу что-то много, много чего, так мы должны были бы наблюдать среди математик какое-то бесконечное количество философов. Но мы этого не наблюдаем. Мы не наблюдаем этого. И это показывает, что знание математики ничего не дает. И говорит, что философу тоже знать математики, это за какой-то не знаю. Сбоку пришитый тезик. Не о математике речь. Да не важно. Физике. Еще речь идет о странном свойстве, что куча народу не в состоянии решить. Ну и хорошо. Я, наверное, тоже не в состоянии, может, что-то решить. И что? Хотя я чуть ли не с красным дипломом закончил. Физфак. И что? Я кучу наигрывал в олимпиад в школе. Ну что, что это дает? Я уже много чего не помню. И мне это просто неинтересно уже. Я как-то задумался, я смогу какую-то там задачу математичную. И даже как бы, и подумал, надо сходить, попробовать решить. И вот уже прошел там пару недель. Я даже об этом не вспоминаю. Потому что неинтересно просто. И все. Ну хорошо. Понятно. Главный тезис мы поняли, что блондинка, она оказывается гораздо сложнее, чем мы о ней думали. Она не просто что-то не может. И она не просто не изображает, что не может. Она изображает, что не может в тот самый момент, когда она реально не может. Вот. Вот, собственно. Это все. Ну, в общем, да. У человека отличается от блондинка. Нет, блондинка, я еще, да, естественно, это и есть, как бы, это и есть вот это присваивание всей ситуации, отношения. То есть, я просто что хочу сказать? Вот когда я, допустим, употребляю термин блондинка в данном случае, в этом нет ничего оскорбительного. Почему? Все блондинки. Не, не. Потому что, потому что она сама себя так определяет. она берет эту роль и вот этот барьер использует, надевая на себя эту форму блондинки. Поэтому ее можно так называть, потому что это объективацию, объективацию в отношении себя она осуществляет сама. Понятно, да? Брюнеткам еще делают. Брюнеткам? Им придется, им придется варить больше. Все?